отлично здравствуйте но вот сегодня решила вам такую тему дать но когда начала готовиться могу сказать что мы сегодня будем говорить только о колготках потому что ну и о чулках уже до носков наверное мы не дойдем потому что тема большая объемная и прежде чем вообще рассказать о качестве наших колготок я хотела бы чтобы каждый из вас разбирался вообще в качестве колготок когда я разговаривала с людьми многие многие мои консультанты многие друзья и коллеги они не знают что свое время мне повезло и я работала в отделе колготок меня пригласили мои друзья и я была продавцом там и благодаря этому я действительно начала разбираться в качестве колгота как разбираться чтобы это была не подделка по упаковке и многое другое нам конечно же очень сильно повезло с компанией faberlic потому что мы однозначно здесь понимаем что качество наше гарантировано нашей компании но вообще в миру очень многие люди сейчас особенно вот раньше такого количества подделок не было когда вот я работала и был у меня огромный отдел именно колготок и я понимала мои начальники хозяева которые привозили колготки они работали с определенными фирмами в которых подделок не было а сейчас я просто-напросто даже боюсь покупать какие-то колготки в магазинах потому что не всегда стоимость соответствует качеству бывает что наоборот многие говорят вау как круто недорого и прям вот я куплю колготки потому что они летят и покупают недорогие колготки и потом их буквально за один-два раза кончают и выкидывают ну говорят ладно они жалко столько день я всего столько денег заплатила и это не страшно и многие так вот на это смотрят я на это смотрю так как работала так как знаю качество я на это смотрю немножко по-другому зачем переплачивать зачем выбрасывать деньги на дешевые колготки потому что может быть ситуация вот как вы видите на картинке когда вы приходите куда-то на мероприятие или приходили собираетесь куда-то на праздник или вообще ни одна женщина не обходится без колготок только если они одевают например брюки или джинсы одевает носочки тогда да а вот именно когда одевают колготки и вдруг они торопятся и неожиданно зацепляют ногтями еще чем-то и вот дешевые дешевые и более потому что чем выше качество тем стоимость намного выше коллеги проверьте пожалуйста напишите мне поставьте плюсики звук есть или нет потому что был какой-то вдруг сдвиг сбой такой да все отлично это что-то было сбой в интернете так вот что хочу сказать когда вы покупаете или предлагаете клиентам колготки то вы можете сто процентов гарантировать качество на нашим колготкам фаберлик но должны быть обязательно аргументы должны быть аргументы качество поэтому сегодня мы с вами поговорим большей степени не про разновидности фаберлик колготок а про качество чего она зависит и как вообще они должны выглядеть как говорится с чем их можно есть и так это вот такое было вступительное предисловие и я хотела бы чтобы вы для себя запечатлели такой момент потому что начнем мы с вами с небольшой истории ведь колготки чулки начались с времен первой мировой ванны войны посмотрите какие они были какие они были интересны внешний облик конечно были с подвязочками потому что достаточного достаточных нити специализированных для укрепления резиночек не было для того чтобы приклеивалась к ножке не было естественно не было колготок были чулки и подвязочки являлись таким элементом сексуальности и красоты но давайте перейдем на некоторые цифры именно в истории и я думаю что если вы будете это знать и будете говори разговаривать с своими клиентами именно не только предлагая наш продукт и говорить вау наш продукт классный хотя на самом деле вау и классный а если вы будете именно грамотно преподносить и рассказывать то тогда ваши клиенты будут слушать вас внимательно итак вообще в девятнадцатом веке на мужские брюки удлиняются почему говорю про мужские брюки потому что именно до 9 на до девятнадцатого века привилегия ношение колготок и чулков это было именно мужчин именно у них были чулки и высокие утепленные потому что что мы были короткие и соответственно мужчины носили чулки и высокие прям вот вот как мы женщины только они были теплыми и из-за того что в девятнадцатом веке мужские брюки начали удлиняться то начали укорачиваться естественно чулки и мужчин а же наоборот женские юбки напротив становятся короче они начинают подниматься приобретают другую форму естественно открывают ноги из-за того что открывались ноги из-за этого девятнадцатом веке обладательницы обладательницы красивые обладательницы женского пола они после первой мировой войны начали уже носить женские чулочки и это вообще эта мода началась повсеместно и очень во многих странах к десятым годам двадцатого века произведения начали вы производители начали выпускать изделия из вискозы потому что до этого было только хлопчатобумажные именно теплые чулочки и в том виде в котором мы сейчас видим чулки и колготки такого не было но вот уже после именно в двадцатых годах началось производство вискозы которая стоили более чем в два раза здравствуйте марина который ставят стоили более чем в два раза дешевле шелковых чулок то есть это было недорогое производство но она была для жизни необходимое в 1911 году уплотненный фильм фильм декосом уплотненный носок и пяткой мы сейчас это называем французская пяточка вы это замечали что французский носочек и французская пяточка считается самым высоким показателем именно в качестве колготок так вот это началось именно в 1911 году это стали эксклюзивная разработка компании energy bears в это же время чулки появились в крестьянской россии вот так вот названа потому что в это время начали появляться чулочки и уже ноги не все конечно но многие россиянки начали позволять себе вот такую роскошь русские женщины надевали причем до шести пар одновременно чулков и колготок для того чтобы зрительно сделать икры толще потому что в то время вы все знаете что женщина в теле это считалось самым высокой высокой эталоном моды и поэтому когда получалось что одевали колготки то они же облегали ножку и соответственно наши женщины говорили боже мой у меня такие худые ноги это кошмар они должны быть полненькими и поэтому они одевали до шести пар но это еще было показатель того что в россии же в основном холода и вот для того чтобы утеплить ножки и еще из-за этого одевали несколько пар колготок и чулок в 1939 году 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 концерн дюпонт разработал первое в мире синтетическое волокно нейлон и вот именно тогда появились первые нейлоновые чулки и те кто например застали эти нейлоновые чулки они понимают что женщины стали вот прям изысканными необычными и для того чтобы производство было конечно такое более сложное и для того чтобы чулочки производили сделали обязательно шуров сзади и это сейчас делают шов сзади для красоты а раньше это было именно необходимость сделать шов без него соединить колготки чтобы они были вот именно как чулок такого не было было очень сложно поэтому вот первые нейлоновые чулочки в первый год продаж именно вообще купили чулки шестьдесят четыре миллиона пар нейлоновых чулок было выкуплено то есть каждый хотел приобрести себе и многие даже копили на то чтобы у них были хотя бы одна пара нейлоновых чулок и естественно все дрожали над этим чтобы не дай бог они не порвались потому что нилон он очень быстро конечно зацеплялся очень быстро нитка начинала рваться и даже знаете как я вот тут не написала но вообще тогда было произвел бы специальное производство запущено чтобы поймать нилоновую вот это вот петельку и все-таки чтобы чулочки остались поэтому даже были такие знаете как реста реставрации для чулок и если вдруг не дай бог у девушки шла стрелочка то если те кто могли себе позволить реставрацию они бежали в эти отделы и там эту петельку зацепляли и естественно поднимали чтобы не было проблем те у кого не было таких возможностей то они просто-напросто если это было сзади то они просто рисовали и закрашивали вот эту вот вот эту стрелочку которая находилась сзади то есть шли на изощрение девушки для того чтобы хоть как-то позволить себе ходить в капроновых чулках 50-х годах 20 века появились новые технологии пошива чулок которые позволили изготавливать изделия без обязательного ранее продольного шва то о чем я вам говорила в начале и который располагался вдоль ноги и вот именно только в 50-х годах 20 века только вот появилось такое производство правильно елена не пропускайте потому что темы интересные она действительно очень полезная и знаете как я когда нашла эту информацию я очень сильно смеялась потому что в ссср изделия первоначально назывались чулковые ритузами потому что раньше у нас у женщин были не трусы или плавки а были именно ритузы и поэтому очень длительное время называли чулковым ритузами потом уже на начала производство быть в польше и оттуда пошли другие названия и там история она очень большая я буквально вам вкратце рассказала некоторые интересные такие вещи которыми вы можете воспользоваться продвижение именно колготок потому что когда человек приобретает продукцию он приобретает не только качество а ваш уровень знаний ваш уровень именно понимание что и для чего необходимо сейчас мы перейдем на следующий слайд это на материалы потому что от того из чего состоят колготки не только фабрлик а вообще зависит уровень качества именно колготок именно от материала зависит то как она будет выглядеть на нашей но ноге как она будет смотреться как она будет носиться когда вот я работала в магазине колготок то я четко понимала что от плетения зависит качество колготок и я вам честно скажу что вот и наверно те кто моего возраста они который дамы которым за они не помнят что колготки были когда их одеваешь они прям вот блестящими были то есть если например фотографию делать то колготки прям переливались вот это плетение настолько было ярко выраженное и прям вот видно было что девушка идет в колготках чем дальше га с годами поставьте мне пожалуйста плюсик нет восклицательные знаки кто застал такие колготки которые переливаются которые блестели которые вот прям вот уплотнение рисунок на колготках прям было застал то время когда рисунок на колготках восклицательный знак поставьте кто застал такие колготочки прям было плетение очень сильно ярко выраженное Я почему не обращаю на это внимание, потому что если вы начнете, вот Марина, благодарю, Оксана застала, вот, они прям вот блестели, прям даже использовали вот этот эффект, что колготки блестят, вау, круто, это было прям вот круто. Сейчас, конечно же, в мире очень приветствуется естественность, и именно если ваши колготки на ваших ножках практически незаметны, если вы идете в колготочках, а ваши ножки смотрятся или загорелыми, или очень аккуратно, очень тактично выглядят по плетению, не имеют дополнительного какого-то блеска, то это показатель высокого качества. Ну, о качестве поговорим чуть позже, поэтому вот Елена тоже застала такой момент. У меня прям были колготки, прям, которые я прям, прям кайфовала от того, что они блестят, и чем блеск был больше, мы шли на дискотеку, и вот у кого был блеск больше, считалось это высокого уровня, потому что это количество лайкры было гораздо выше, и колготки более лучше носились. Давайте перейдем на материалы, и немножко поговорим, из чего состоят колготки. Естественно, их намного больше, и разновидностей намного больше, но я все-таки хочу вам рассказать об определенных материалах, которые особенно известны, и которые используются именно в дорогостоящих колготках. Это, естественно, микрофибра. И если микрофибра действительно добавлена в колготки, то это показатель высокого качества. Не каждая фирма может позволить себе добавление микрофибры. Причем микрофибра это полиамидный жгут, прям жгут именно, из большого количества тонких мононитей. То есть микрофибра это не одна ниточка. Это вот именно соединенные мононити, очень тонкие. Вот Елена помнит, что у мамы были такие. Из тонких нитей, специальных прочных нитей, но именно сплетенных в жгут. Именно микрофибра придает изделию бархатистость и эластичность. Но еще и микрофибра, она повышает именно, знаете как, плотность колготок и носимость колготок. Потому что если есть микрофибра, то, во-первых, по ощущениям, когда вы одеваете колготочки, они настолько приятные, они настолько комфортные. Они, знаете как, они меньше электризуются. Чем больше микрофибры, тем колготки более естественно смотрятся на наших ногах. То есть вот именно с микрофиброй становится намного меньше вот этого блеска. Поэтому содержание микрофибры в колготках, именно процент, он именно дает большую прочность и именно носибельность, я бы так сказала. Спандекс. Спандекс это один из самых элементов, который поднимает стоимость колготок. Чем больше спандекса, тем дороже именно стоимость колготок. Спандекс это эластичное волокно из сегментированного полиуретана. Полиуретан, конечно же, он вреден. Но именно спандекс дает возможность, чтобы, вот знаете как, чтобы ваши колготочки растягивались и стягивались, чтобы они имели форму. Вот если раньше были капроновые чулки, то там вот спандекса, естественно, не было. И, естественно, колготки, они всегда меняли форму. И для того, чтобы вернуть форму, необходимо было именно постирать чулки. Но чем больше вы стирали чулки, тем носибельность их уменьшалась. Поэтому больше содержание спандекса дает большую эластичность вашим колготкам. Вы действительно можете натянуть и на животик, вы можете натянуть и на свои бедра, потому что животик и бедра у женщины, они бывают абсолютно разные в разных размерах. То есть иногда может быть маленький размер, тонкость ножки, но зато, например, животик и бедра, они более такие большие. И вот именно спандекс позволяет растягиваться колготкам и садиться по вашей фигуре. Итак, я зачитаю. Спандекс – это эластичное волокно из сегментированного полиуретана, сочетающего жесткие и гибкие элементы. Данная структура придает нити 7-кратную растяжимость, 7-кратную и способность восстанавливать исходные размеры без остаточной деформации. Чем меньше спандекс, тем колготки быстрее растягиваются. Если вы возьмете или если вы покупали дешевые колготы, то вы заметили, что через какое-то время, как только вы их поносили, они начинают растягиваться. Но даже после стирки они не всегда принимают ту форму, которая была до этого. То есть они не держат форму. Теперь давайте поговорим о лайкре. Что же такое лайкре? Это вообще действительно шикарный продукт, шикарная нить. Это действительно то, что дает возможность каждому изделию держать форму. И так же как спандекс, так же лайкра, именно спандекс и лайкра повышают стоимость продукта. Лайкра наиболее популярный вид спандекса. То есть это тот же самый спандекс, но другого формата и более улучшенного направления. При изготовлении колготок лайкра смешивается с другими волокнами. Ее количество может составлять от 5 до 25% в повседневных изделиях. О повседневных изделиях мы поговорим позже. И до 30% в лечебных изделиях. Потому что вы знаете, что колготы могут быть еще и лечебные. Об этом мы тоже поговорим о разновидностях. Вот здесь вот могу сказать про наши колготки от компании Фаберлик. Я сегодня пробовала найти этот материал, к сожалению, не нашла. То ли компания удалила эту информацию случайно, то ли ее куда-то расположили в другое место. И это, конечно же, я вам показать не смогу. Но когда только появились колготки, то зная эту информацию, что лайкра может быть от 5 до 25% и до 30%, я когда зашла и увидела, сколько лайкра находится у нас в 40 денах, и именно в 20 денах, я была, знаете так, зная это, шокирована и очень приятно удивлена. Потому что в большей степени фирмы, которые, ну, такие, знаете, как недорогие фирмы по производству колготок, они не могут позволить себе большое содержание лайкра. И у них содержание лайкра в колготках вот именно колеблется от 5 до 12%. От 5 до 12, причем в большей степени именно 5%, 5%, 8% или 10%. 12% обычно добавляют именно, знаете как, в пояс, там, где мы одеваем, и у нас более расширенный такой пояс. Поставьте, пожалуйста, мне единичку, те, кто не обращал внимания на пояса у дешевых колготок и у наших колготок. И поставьте, пожалуйста, пятерочку, кто заметил разницу в дешевых колготках не наших и в наших фаберлик. Я хотела бы, чтобы вы мне поставили, чтобы я понимала, понимаете ли вы. Ага, Марина не обращала внимания. Надежда. Ага, понятно. Спасибо за вашу откровенность. Так вот, коллеги, в дорогих колготках, именно в качественных, имеет значение содержание нити именно в носочке, который вот французский, пяточка, французский носочек, именно в поясе, который вот такой более уплотненный и другого цвета, в отличие от колготок. Именно содержание нитей вот зависит еще и там. И вы, наверное, может быть, замечали, что если есть носочек в колготках, вот Елена замечала, вот смотрите, если есть носочек в колготках более уплотненный, и у нас в компании Фаберлик написано уплотненный носочек, это написано на упаковке. И если взять упаковку в руки и посмотреть, что там уплотненный носочек, и уплотненная пяточка, уплотненный носочек, и достать колготки, то можно удивиться, что оно одинакового цвета. То есть обычно носочек становится другого цвета, если он уплотнен, так как в поясе именно другого цвета, более плотного и более темного. А у нас в компании Фаберлик носочек и сами колготки одинакового цвета, и внешне абсолютно не различаются. Это сделано для того, чтобы колготки можно было носить даже не только с туфельками, но и даже с босоножками. Потому что бывает такое, что, например, есть туфли с открытым носиком, и когда есть уплотненный носочек, то носик будет всегда отличаться от цвета колготок. И это не совсем красиво, то есть это сразу видно, это сразу отличается. Помните, я вам говорила, что колготки должны быть менее заметны на ваших ногах. То есть если у вас, предположим, светлая обувь, то колготки должны быть в тон обуви, а не в тон одежды. Особенно если юбка у вас, например, выше коленочки. Да-да-да, Оксан, я когда вот это прочитала, я была просто приятно удивлена и поражена, что цвет тот же самый, а уплотнение есть. За счет чего идет уплотнение в поясе и за счет чего идет уплотнение в носочке? За счет добавления вот этого процента содержания лайкры. То есть в носочке, в пяточке и в поясе увеличено процентное содержание лайкры. За счет этого носочек дольше носится, за счет этого пяточка дольше носится и не рвется на наших колготках. Но мы красиво выглядим. Теперь поговорим о поясе. Вот если вы берете недорогие колготки, и даже я бы сказала, не недорогие, а дешевые по стоимости, то не всегда это может быть подделка, это может быть просто фирма, которая недорого продает. Но если вы берете известное имя колготок, но оно почему-то стоит недорого, я вам сразу могу сказать, однозначно это будет подделка. И заметить это можно очень быстро. Во-первых, высота самого пояса, она будет намного ниже. Вот у нас высота пояса, она где-то от 5 до 8 сантиметров. В недорогих колготках всегда высота пояса будет от 4 до 5 сантиметров. То есть совсем маленькая узкая полосочка в поясе. Для чего нужна более высокая, плотная полоска в поясе? Для того, чтобы ваш пояс, если у вас, ну, не у всех женщин есть ровный идеальный животик, не у всех женщин есть талия. Ну, это не страшно, но это так. Если, предположим, у женщины талия широкая, и она, не дай бог, шире, чем бедра, то вот этот пояс маленький и узкий, он всегда будет скатываться, сруливаться, вы знаете, как рулькой будет лежать после ходьбы. То есть пояс в недорогих колготках, он будет рулечкой скатываться. И в конечном итоге оно будет скатываться по талии, да-да-да, комфортно, оно будет скатываться по талии и сползать на бедра. И это очень неудобно для самого, для самой женщины. А еще очень неудобно, если на вас облегающая какая-то одежда. И вот это вот сползание, вот эта рулька, она постоянно будет видна в облегающей одежде. Поэтому компания Фаберли пошла на то, чтобы пояс был очень высокий, комфортный, вот такой плотный, и там добавлено более 20% самой лайкры, именно в поясе, для того, чтобы он держал форму, для того, чтобы он не сруливался. Вот это я особо придумала сруливаться, чтобы вам объяснить, как рулечка, знаете как, как тесто скатывают, вот скатывают, рульку какую-нибудь там вот катают. Вот, 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 не плоская, а скатаная, вот так и здесь. Вот компания Фаберлик сделала такой поясочек, который длительное время и более комфортно. Колготки просто сползают, если тоненькая, да-да-да. У нас именно этот пояс более расширенный. И чем больше размер у колготок, тем сам пояс уплотнен, он будет более расширенный. Но точно так же во многих колготках и в наших Фаберлик есть уплотненные, например, в бедрах, в попочке, там есть вот специализированные такие колготки, которые именно, как знаете, как штанишки. И я очень переживала, что если, например, я одену колготки со штанишками, там же будет более уплотненная, я очень люблю облегающую одежду. Я боялась, что у меня это будет ярко выражено, разница между ногами и штанишками. И была тоже приятно удивлена, что уплотненность есть, но там, где вставлены штанишки именно, то можно даже подтянуть свою фигуру только даже благодаря колготкам. Достаточно просто при одевании втянуть живот, одеть колготки и потом уже, когда вы одели полностью, выдохнуть. И тогда благодаря этим штанишкам живот и бедра ваши подтянутся. Это благодаря высокому содержанию именно процента лайкры. Я просто вам хочу обратить ваше внимание, домашнее задание вам дать такое. Обязательно, если у вас есть купленные колготки в магазине и недорогие, которые не очень высокого качества, возьмите их и посмотрите по составу, который там написан на упаковке. Возьмите наши колготки и сравните по составу в наших колготках. Вы увидите, какая огромная разница. Я вот здесь вот прям заостряю на этом большое внимание, потому что у меня, я говорю, у меня вот четких цифр я вам не дам, сколько у нас в колготках содержания, потому что у нас огромное множество их. И вы сможете это посмотреть или на упаковке, или в личном кабинете, там, где вообще есть продукт, колготки. Когда вы зайдете там в составе, состав, будет написано содержание самой лайкры, спандекса, нейлона и всего остального. И там, где есть лайкра 3D, есть где микрофибра, вы увидите, чем отличаются наши колготочки именно по составам. То есть вы найдете самостоятельно. Но здесь обращаю ваше внимание здесь на эти показатели. Почему? Потому что раньше 40D для меня были теми колготками, которые я ношу гораздо дольше. То есть 40D они намного дольше держали форму, намного дольше не рвались. И я была очень сильно удивлена, когда, я не покупала 20D, потому что, ну, у меня состояние кожи на руках, оно особенное такое. И иногда бывает, что, знаете как, вот есть бархатные ручки от природы у человека, а есть более суховатые руки. Мне постоянно приходится с этим бороться, это у меня от природы, ну, как может по родословной передалось. И я все время боялась, что я вот с такими руками, вот, и я постоянно наношу крема, но я всегда боялась брать тоненькие колготочки, потому что, когда мы их подтягиваем, даже если ноготочки идеальны, можно самими руками, вот этими подушечками, скорябать тонкие колготки, мало дэн, и уже эти колготки, они быстро порвутся. Но когда я купила 20D Faberlic, я была очень поражена, потому что 20D Faberlic, это практически 40D в других фирмах. Я вам это точно говорю, потому что так, как носится 20D у нас, это огромная разница с теми 20D, которые в миру. Чем отличается? 20D в миру я не называю фирмой, потому что одна фирма и другой рознь, и даже фирмы, которые, ну, хорошего качества, в них тоже бывает такое, что 20D очень быстро растягивается. То есть иногда бывает, ты вот одел 20D, хорошо, ты идешь, и через какое-то время 20D начинает вдруг по твоим ногам сползать, или, если не дай бог размер неправильно подобран, оно начинает на ноге крутиться. Наши 20D никогда, наши, я говорю, Faberlic, никогда не будет у вас на ноге так. Вы, когда одеваете 20D, такое ощущение, что вы одели вторую кожу, как будто их практически незаметно на вашей ножке, но вы идете, и наши 20D Faberlic никогда не скрутятся, никогда не растянутся, никогда, даже если вы одеваете 20D вообще супер, да, правильно, Лена, вы говорите, наши 20D, даже если вы одели не единожды их, одели несколько раз, они очень долго держат свою форму. Это за счет того, что там другое содержание лайкры, хотя всего лишь 20D. Многие путают понятия процентное содержание спандекса и процентное содержание лайкры с денами. Это, коллеги, разные вещи. Они взаимодействуют друг с другом, содержание лайкры и дены взаимодействуют, но все-таки в большей степени зависит от производителя, от самого оборудования, которое производит колготки. И чем лучше оборудование, и чем выше технология выработки, и чем лучше сами нити, тем даже в маленьких денах колготки будут носиться очень долго. Здесь вам скажу такой момент, что когда у нас была ассамблея Фаберлик в Сочи, это же жара, это же там очень жарко и тепло, но по дрейскоту положено на такие мероприятия приходить обязательно в колготках. В такую ненаверную жару нужно было ехать в колготках. Представляете, если бы я одела 20D или 40D, это было бы очень неприлично, одев платье с тонкими бретелями и в колготках 20 или 40D. Поэтому, естественно, я искала в магазинах, искала себе именно 6D, но вздрагивала со страшной силой. Я нашла себе 6D колготки, и уже вот смотрите, уже 4 года я ношу эти колготки. Но я их ношу не на повседневку, а только под какое-то элитное, такое очень тонкое, элегантное платье, когда на какое-то мероприятие. 6D, и они у меня уже больше 4 лет, они у меня есть, и я прекрасно, они у меня носятся и прекрасно стираются. Но за 6D колготки я в тот момент отдала, я не помню точно, но более 600 рублей. То есть стоимость качественного продукта, она всегда выше. Поэтому я благодарна компании Фаберлик, потому что такое качество по такой цене, это просто плюс компании. Я вам честно говорю, это, знаете как, это как в ресторане, когда шеф-повар присылает вам комплимент от шеф-повара. Вот колготки в компании Фаберлик, это комплимент от компании нам, дамам, которые мы работаем. Потому что по такой цене, особенно когда делают супер скидки, а сейчас особенно идет супер скидка 70% на все колготки, это можно набрать огромное множество и вообще забыть на долгие года, забыть вообще про то, есть у вас колготки или нет, порвутся или нет. Потому что когда вы едете куда-то, я всегда беру как минимум 5-6 пар и как минимум 4 пар я привожу обратно. Может быть одну где-нибудь и порву, но это очень редко там в каком-то месте и то не расползается. Я, наверное, вас утомила вот над этим, давайте перейдем далее. Есть следующий материал, это Нилон-66 или микрофлора. Разновидность тонковолокнистых нитей. Эта нить состоит из большого количества сверхтонких элементов, которые придают поверхности мягкость и шелковистость. Очень часто Нилон-66 или микрофлора из нее делают, например, украшение какое-то на колготах. Или это делают, когда сетчатые колготки, чтобы это было все-таки прочно, но в то же время это было красиво. Потому что сетка, она навсегда может держать форму. Звук, у всех ли пропал звук? Поставьте плюсики. Коллеги, есть ли звук? Поставьте плюсики. Спасибо, Оксана. Оксана, напишите, пожалуйста, Марине, что, возможно, это какой-то сбой. Пусть нажмет F5 или перезагрузится. Может быть, где-то вот сбивка идет из-за этого. Итак, давайте двигаемся дальше. Лайкро 3D. Это вообще, это такой материал лайкро 3D, которое, когда вы одеваете капроновые колготки, ну то есть вот колготки не теплые, а капроновые, но у вас на ноге ощущение такое, как будто бы вы в теплых колготках. Потому что это, во-первых, сразу повышение толщины колготок, хотя внешне это практически незаметно. И вот лайкро 3D, они на ощупь настолько комфортные, они настолько нереально приятные к телу, они настолько вообще вот-вот нравятся как женщинам, так и мужчинам, которые трогают эти колготочки. И если присутствует лайкро 3D в колготочках, то это очень высокий показатель. Это эластановое волокно, в нем обкручивается нитью полиамида дважды в противоположных направлениях, что позволяет обеспечить абсолютное облегчение эффект второй кожи. Если вы одеваете лайкро 3D, помните, я вам говорила, по ощущениям, как будто вы идете в теплых колготках, а на самом деле вы идете в тонких, красивых колготках, которые как капроновые, но они совершенно другого качества. И нога настолько комфортно себя чувствует, именно вот если присутствует лайкро 3D. Поэтому, когда вы будете смотреть наши колготки, вы обязательно смотрите на составы, и вы будете поражены, что лайкро 3D присутствует в наших колготках. Что позволяет обеспечить абсолютное облегание и эффект второй кожи. Эта технология придает изделиям повышенную прочность и долговечность. Если у вас есть проблема с тем, что как бы вы не относились к своим рукам, как бы вы что бы не делали, и если вы видите, что у вас есть проблема, что у вас даже самые прочные колготки летят, то обязательно ищите колготки, в которых присутствует лайкро 3D. Это как раз для вас. Те, у кого деточки, берите обязательно колготки, которые с лайкро 3D, потому что это повысит вам долговечность и прочность. Ну и, конечно же, наша любимая бамбуковая пряжа, которая сейчас начала очень быстро и стремительно вытеснять хлопок. Это не значит, что хлопок плохо, но бамбук, он вообще немножко другого качества. С одной стороны, он такой же, по ощущениям, это натуральный продукт. Бамбуковая пряжа, это действительно натуральная, так же, как хлопок, приятная к телу и гипоаллергенная. Но именно бамбук обладает антибактериальными свойствами. И если, например, хлопок очень хорошо впитывает влагу с ног, вы, наверное, заметили, что если, например, брать носки, вот вы берете своему мужу носки или мужчинам своим, или берете себе. Если вы возьмете именно носочки, которые лайкровые или какие-нибудь вот такие синтетические, то ножка будет потеть. Если вы берете хлопчатобумажные носки, и они без добавления ниточки лайкры, а просто хлопчатобумажные, то, конечно же, они быстро выходят из строя и меняют форму носки. Но они намного, то есть ноги не так сильно потеют в таких носках. Вот бамбук не только впитывает в себя влагу, как хлопок, но бамбуковая пряжа позволяет еще и убирать запах, именно потение ног. Поэтому, если у вас есть колготки наши 200 ден хлопок, то вы получите удовольствие, но возьмите еще 120 ден именно бамбуковые колготочки наши, и вы нисколько не пожалеете. Потому что по толщине оно потоньше, чем хлопчатобумажные наши, но они нисколько не уступают теплоте. Они настолько приятные, то есть когда вы где-то постояли, замерзли ноги, зашли в магазин в обуви или долго находитесь в обуви, то однозначно одевайте бамбуковые колготки, которые у нас есть, именно женские колготки. Обязательно покупайте своим мужьям бамбуковые носки. Вы увидите, что они намного дольше носятся, ваши мужчины намного приятнее будут и легче с чистым сердцем разуваться где-то в гостях, а не так, как бывает, что мужчина пришел с работы и разулся, и это просто катастрофа. Они вам будут благодарны, потому что ваши ноги, ноги у мужчин намного меньше будут потеть. Поэтому бамбуковая пряжа точно так же сейчас пользуется спросом и очень становится известной и популярной и востребованной в мире. Давайте теперь посмотрим следующий слайд. Коллеги, ну что, не устали? Не устали? Поставьте мне, пожалуйста, плюсики, кому полезно, и поставьте, пожалуйста, восклицательные знаки, кто устал. Хочу увидеть. Ага, Надежде полезно очень. Благодарю. Спасибо большое. Отлично. Я вот набросала несколько слайдов наших колготок, их огромное множество. Есть и 60 Дэн, есть у нас и 50 Дэн, есть у нас и сетчатые колготки, есть у нас и чулки, есть у нас и лосины, есть и колготки плотные, теплые, 40 и 20. У нас огромное множество и разные цветовые гаммы колготок. Я просто вам здесь вот написала разновидности колготки, мы сейчас поговорим про Дэн и про вообще разновидности колготки в миру. Какие существуют? Ну и компании Faberlic огромное спасибо, потому что разновидностей огромное множество. Обратите внимание, что не всегда в каталоге представлены все коллекции, которые есть на самом деле на сайте. То есть не все коллекции представлены в нашем каталоге и вы можете найти модели многие, которые вы зайдете на сайт, я вам покажу где вы увидите и там вы увидите какое их множество у нас. Есть, ну могу одно сказать, что каждые вообще колготки по-своему уникальны, потому что у нас есть колготки для беременных и это шикарный момент, потому что бедные беременные очень часто перестают носить колготки, потому что животик утягивать не нужно. А здесь специализированный животик для беременных, причем можно взять на любой размер для того, чтобы животик не перетягивало. Есть колготки для тех, кто любит именно заниженной талии или, например, для тех, у кого действительно есть, любит облегающие вещи и именно заниженная талия. Знаете как, вот многие говорят, ой, у меня такое тело объемное, у меня животик такой большой, заниженной талии мне нельзя. И они ошибаются, потому что именно заниженная талия, для чего эти нужны колготочки? Потому что она идет на том уровне, где у вас будет юбка или где у вас будет в платье талия должна быть. И когда вы одеваете колготки заниженной талии, то у вас нету вот этого, знаете как, вот перетяжки в одежде. И поэтому, если вы одеваете что-то облегающее, то обязательно берите колготки заниженной талии. Там специализированная, сделан именно специализированный пояс, про который я вам говорила, вот этот более уплотненный. Он большего размера и он шикарно сидит на бедрах и не сползает, ну вот с бедер и не съезжает. Поэтому не бойтесь, возьмите и попробуйте. Вы будете в полном восторге от этих колготок. Есть колготки, которые декоративные, которые выше коленочки более плотная текстура, а дальше идет полупрозрачная. Ну это писк моды. Если вы носите короткие юбки или короткие платья, то здесь для определенного стиля такие колготки это ого-го, это тогда все мужчины за вами в очередь выстроятся, потому что это действительно очень такой шикарный сексуальный момент. Такие колготки обычно носят действительно вот именно с короткой одеждой или с шортиками. Это очень красиво, если вы носите шорты и вот такие колготки. И с высокими, например, сапогами, как ботфорты. Тогда вот эти колготки, они вообще в самую тему. Прекрасно смотрятся лосины уплотненные или колготки в 60 ден, потому что они там настолько плотные, как лосины. И здесь можно даже их носить, например, с туниками. Если вы носите тунику или платье типа туники, то очень красиво, и если это теплое платье, то очень красиво будет смотреться именно с плотными колготками. Под туники прозрачные колготки одевать это очень некрасиво. Это, ну точнее я бы сказала, что это вульгарно. Если вы одеваете платье такое теплое, более, одежду более теплую, то здесь всегда будут показательные именно колготки плотные, непрозрачные, 60, 50 ден или даже лосины. Тогда вы здесь подбираете именно под цвет одежды или под водолазку, если вы хотите такой образ, или под цвет юбки, чтобы было продолжение. Тогда ваше тело всегда будет вытянутым, и образ ваш будет всегда такой вот очень красивый и элегантный. Хочу сказать про чулки еще. Мы дальше поговорим про разновидности. Оксана у нас пишет, видела на девушке колготки мохнатенькие, мягонькие наши, но я не могу их найти, как они называются. Я уже только, что только не брала, все не то. Поняла, я вам покажу, где посмотреть, и вы увидите. Мягонькие, пушистые колготки были у нас, причем с рисунком были разным. Были с косичкой и разный. Возможно, может быть, просто у вас, в вашем регионе, в вашей стране, может быть, они закончились. То есть не все, конечно, коллекции представлены, но они обновляются и появляются очень часто. Скажу вам про чулки. Очень важно, когда вы приобретаете чулки вообще вот в миру, чтобы резинка, которая вот это вот кружевное полотно, чтобы оно было эластичным. Очень часто бывают чулки без эластичного полотна, кружева, и кружево очень быстро растягивается и очень быстро лопается. И, соответственно, чулки тогда получаются, ну, очень быстро выходят из строя. Обычно все привыкли, что чулки это очень тонкий продукт, 20 ден, и они носятся очень плохо. Девушки, любимые мои женщины, любимые мужчины, которые присутствуют здесь, покупайте своим женщинам, своим любимым, предлагайте своим клиенткам наши чулки. Это просто верх, знаете как, элегантности, верх качества и верх вот того, что вы получите 33 удовольствия. Во-первых, 20 ден и носятся шикарно. Очень долго и плотно и не рвется. Во-вторых, они абсолютно не сползают. Не сползают за счет той резинки, которая на чулках сделана. Иногда бывают в социуме резинки, которые сделаны более плотные, они передавливают ногу, и нога устает, и это очень вредно для вен. Не сползут, не сползут, не сползут, вот объясняю, что бывает очень плотная резинка, которая вот в социуме, и она передавливает ногу, и мешает вот именно капиллярам и венам, и долго в таких чулках не походишь. Здесь сделаны из тонких, кружева сделаны из тонкой резиночки, то есть вот там вплетены тонкие резиночки, и получается, что с одной стороны оно держится очень хорошо на ноге, а с другой стороны не передавливает. Но третий момент, именно силиконовая накладка, которая внутри в чулках. Бывает иногда, что если неправильная силиконовая накладка в чулках, то она очень быстро сползает с ноги. Здесь, когда вы наносите, сейчас скажу по-другому, в дешевых чулках силиконовая накладка может вдруг неожиданно, если вы танцевали и вспотели, остаться у вас на ноге, и оторваться от самих чулок, и потом после этого чулки придется выкинуть. Поэтому высокое качество силиконовой накладки, которая держит, приклеивается к ноге, но когда вы снимаете чулки, она не должна остаться на вашей ноге, она должна остаться на самих чулках, и не повредиться, и не растянуться. Вот на наших чулках очень высокого качества силиконовая накладка, она прекрасно держит, даже на самых таких очень аппетитных ляшечках, на ножках, прям очень аппетитных, полных ножках, она хорошо держится. И никуда не сползает. Вы получите большое, огромное удовольствие от ношения таких чулочек. И, естественно, сможете возбудить каждого мужчину, который увидит вас в этих чулках, потому что мужчин возбуждает вообще красота ног. Чем еще отличаются наши колготки, чем они уникальны? Каждые наши колготки очень хорошо облегают ножку и подтягивают ее. И даже если у вас есть какие-то дефекты на ногах, ну вот все равно неровности, целлюлит или еще что-то, благодаря нашим колготкам, я точно это гарантирую, что благодаря нашим колготкам, ваш целлюлит и ваши неровности шикарно подтянутся. Единственное, что нужно сделать, правильно подбирать размер, потому что, чтобы не передавили, и чтобы вы нормально дышали, и чтобы колготки не растянулись. Если неправильно подобранный размер в колготках, то колготки прослужат намного меньше. Потому что, если вы взяли колготки на несколько размеров меньше, и вы их натянули на себя, то все равно, как бы мы не хотели, насколько не была бы плотная нить, то вы все равно через какое-то время увидите, что в каком-то месте не поползет стрелка. Кстати, отличие дорогих колготок, отличие, и это отличие именно есть в наших колготках Фаберлик, это специальное плетение. Если ваши колготки растягиваются, поставьте мне, пожалуйста, пятерочку, кто видел такое, и однерочку, кто не видел такое, что когда долго носишь колготки, они вроде бы не порвались, но где вот верхняя часть колготок, они начинают вот как-то вот расползаться и становиться более прозрачными. Пятерку, кто такое видел, и однерочку, кто такого не видел. Я просто хочу сказать, что процент, ага, Марина не видела, понятно, Оксана видела. Вот смотрите, вот если у вас колготки растянулись до такой степени, вот любые колготки, не берем в расчет Фаберлика просто, у вас есть колготки. Если они растягиваются со временем на ваших крупных телесах, то через какое-то время начнет идти стрелка. Это значит плохая нить вставлена и очень маленькое содержание лайкры. Чем отличаются более дорогие колготки? Когда они растягиваются и вот так вот получается, что полупрозрачными становятся в определенных местах, там где идет истирание, но колготки там не порвались, это показатель высокого качества колготок. Потому что это правильное плетение и это большое содержание именно спандекса или лайкры по-другому. Потому что здесь получается нити, которые основные, они разрываются, но спандекс держит форму и получается вот это вот различие в цветовой гамме. То есть колготки не растягиваются и какое-то время вы, конечно же, можете еще их поносить. Вы можете не бояться с нашими колготками Фаберлик, что в какой-то момент, если где-то у вас там в верхней части колготок что-то вдруг растянулось и какая-то нить лопнула, то у вас не пойдет стрелка, а у вас вот произойдет вот такой эффект. Вот. Поэтому это считается очень высоким качеством. Ну, я, конечно, очень много сейчас рассказала про наши колготки, но давайте поговорим вообще про колготки. Почему решила я такую тему давать? Для того, чтобы когда вы будете подбирать для себя и когда вы будете говорить с клиентами, вы обязательно рассказывали правильность подбора и уже исходя из этого предлагали именно конкретные направления, как выбирать. Итак, виды и обозначения колготок. Существуют повседневные колготки. Они колеблятся от 6 до 40 ден. Вот я вам сказала, что я купила 6 ден, что ношу очень долго. И до 40 ден. Они могут быть супер тонкими, это от 6 до 9 ден. Они могут быть тонкими от 10 до 15 ден. Они могут быть средними от 20 до 40 ден. И очень плотными от 40 до 70 ден. Обязательно, обязательно. Я даже потом, может быть, еще одну тему какую-нибудь сделаю конкретно по другим направлениям. Мне вот важно было, главное, чтобы у вас мозг не взорвался, такое количество информации. Вот смотрите, это повседневные. И вот здесь вот они отличаются по денам. И здесь уже действительно вы уже сами избираете так, как вам необходимо. Сейчас скажу, сейчас скажу, сейчас секундочку, гляну у себя. Нет, не скажу. Это у меня не здесь материал. Ладно. Давайте посмотрим. Бывают еще поддерживающие. УП. То есть стоит такое показание. УП. И моделирующие. Боди шеппинг. Или фиор тотал слим. Вы можете увидеть, что, в принципе, и у нас есть колготки поддерживающие. Они будут именно вот такой аббревиатурой отмечаться. То есть это значит, что такое поддерживающие. Это обычно имеют плотность 40 ден и уплотненную верхнюю часть. Помните, я вам говорила, шортики. Которая позволяет утянуть живот и бедра. Плотность моделирующих изделий может достигать здесь 180 ден. Именно вот в этом месте. То есть на ножке это будет 40 ден. А именно на там, где шортики. Или, например, как трусики сделаны плетеные, красивые. То там может быть и даже вот такая высокая плотность. Это 180 ден. Именно в том месте. С помощью вставленных в шортики или трусики эластичных полос. То есть специальные полосы, как вот, знаете, как на поясе. Только там вставлены специализированные уплотненные полосы, которые будут именно держать форму и утягивать вашу фигурку. С помощью, а, я сказала, виды колготок, батюшки, я что-то 10 раз написала виды колготок, виды колготок, виды колготок на слайде. Странным образом, что это я так прям вот, ух, заговорила. Бывают, существуют еще и массажные. В массажные это будет звучать суппорт. Это когда именно специализированное идет плетение на самой ноге. Оно специально идет, начиная от пяточки и поднимается по икрам вверх. Честно скажу, что если у вас нет проблем с ногами, если они не устают. Спасибо большое, Оксана. Если у вас ноги не устают, если у вас нет проблем с варикозным расширением вен, то старайтесь массажные колготки не носить, потому что они действительно работают, конечно же, они работают на предотвращение, на предотвращение, знаете, как варикозного расширения вен. Но в них очень тяжело. Коллеги, есть звук или нет? Поставьте плюсики, пожалуйста. А то, смотрю, говорят, что звук перепрыгнул. Есть? Ага, отлично. Это просто Владимир скачет интернет из-за этого. Смотрите, какая ситуация. Вот такие колготки даже для тех, у кого есть проблема с ногами, не рекомендуется носить постоянно. Это должно быть, знаете, как профилактическое какое-то средство. И нужно смотреть именно в тот момент, если вы идете в длительную прогулку или вы идете на какой-то праздник. Вы понимаете, что вы очень долго будете стоять на ногах. Или если вы стоите на работе где-то на ногах, тогда вы одеваете массажные колготки. Или следующий этап – это лечебно-профилактические. Но, например, лечебно-профилактические в основном берут они особенно уплотненные. Их одевают, если, например, у вас есть проблема такая с ногами, то вы летите в самолете, например, и длительный перелет, или длительное сидение, тогда лечебно-профилактические рекомендуется. Итак, но на постоянку носить категорически запрещено. Лучше носить поддерживающие или повседневные колготочки, потому что ноги должны тоже отдыхать, они не должны быть постоянно передавленными. И ваш животик, и ваши бедра тоже должны отдыхать, и на постоянку это не нужно носить. Если вы одеваете свободную одежду, или если вы одеваете более такие спортивные вещи, или свободные, то старайтесь не одевать массажные колготки лечебно-профилактические. Не переудруждайте свой организм вот таким количеством утяжек. Массажные тоже не рекомендуются на постоянку. Их можно как профилактика, как лечение на конкретную задачу. Итак, массажные стимулируют кровообращение, стимулируют и уменьшают усталость ног за счет перераспределения давления и высокой плотности. Они предназначаются для профилактики заболеваний сосудов у людей, которые длительное время находятся на ногах. Я вам об этом уже рассказала. Можно, но на постоянку нежелательно. Серьезно. Если вы даже, например, целый день были в этих колготках, приходите домой, срочно снимайте эти колготки, и лучше, чтобы вы вообще в свободных какой-то в легкой форме походили, чтобы ваши ноги, ваше тело отдохнуло и расслабилось. Это, знаете как, это практически массажные, лечебно-профилактические, это то же самое, если бы вы целый день будете заниматься фитнесом. Целый день заниматься фитнесом тоже нельзя, это можно переусердствовать. Лечебно-профилактические колготки используют для профилактики целлюлита, варикозного расширения вен, грибковых заболеваний. Изделия могут быть пропитаны антиаллергенными или противогрибковыми составами. То есть бывают такие в миру, есть такие специализированные колготки, и в основном вот лечебно-профилактические они, конечно же, продаются в аптеках. Они совершенно другого качества, они совершенно другого состава, они, у них направление на лечение и на профилактику. Поэтому обычно в обычных магазинах колготки вот лечебно-профилактические не продаются, но массажные могут быть. Итак, давайте перейдем к следующему слайду и поговорим еще о некоторых показателях. Определение качества колготок, то есть вот как выбирать. Конечно же, каждая женщина не хочет выглядеть вот как на верхней картинке справа, что не дай бог вот такая ситуация, это просто не будешь знать, куда деться. Это действительно каждой женщине обидно. Но еще и Коко Шанель говорила, что возраст женщины, а еще как женщина себя любит, всегда зависит на тех морщинках, которые находятся на колготках, и на тех дырочках, которые находятся на колготках. В наше время, если на женщине есть зашитые колготки, это сразу же показатель бедности, это раз, а во-вторых, это неуважение женщины самой себя. Возьмите себе за правило. Я знаю, что вот, например, я родилась в 68-м году, и в 60-е годы, и до 60-х настолько было мало возможности покупать колготки, и поэтому даже наши мамы нас приучали, что если там что-то где-то порвалось, нужно обязательно зашить эту дырочку и не обращать внимания. Если есть затяжки на колготках, если есть дырочки, зашитые колготки, это показатель, что женщина перестала себя уважать, она перестала себя любить. Потому что, еще раз повторяю, в наше время очень модно, естественность, и даже если вы одеваете черные колготки, вроде бы черный цвет не соответствует нашей коже, все равно, если ваши колготочки ровные, гладкие, без морщиночки, без дырочки, без зашитых мест, то, естественно, это сразу же показатель того, насколько вы себя любите, насколько вы себя уважаете. И если вы придете, например, к клиентке, и будете говорить клиентам или приглашать в свой бизнес, и будете говорить о показателях дохода, а будете стоять в зашитых колготках, то или со стрелками, или, не дай бог, затяжками, это просто катастрофа. Я себя приучила, если только я порвала колготки, то я сразу же беру их и выкидываю. Причем я их вложу в один пакетик, и отдельно от мусора кладу рядом с мусоркой. Для чего я это делаю? Потому что очень часто вижу, что ходят бомжи, которые ищут одежду. И я, для того, чтобы они не копались где-то в каких-то помоях, могли взять себе эти колготки, потому что они не могут себе это позволить, а я могу купить себе новые колготки, зашить и ходить в них. Это вот для тех людей, которые, ну, бомжи, или те люди, которые действительно, ну, не считают важным ходить красивой и любить себя. Поэтому я это делаю для них, вот такой момент, складываю мешочек и отдельно от мусоропровода это делаю. Поэтому обязательно учитывайте качество колготок. Когда вам будут задавать вопросы клиенты, чем отличаются колготки, то давайте поговорим об вот этих показателях. Вот это самые важные показатели, на которые необходимо обращать внимание по поводу определения качества изделия. Если вы будете слушать меня сейчас, то, что я вам буду говорить, если те, кто уже пользуются нашими колготками Фаберлик, то они уже эти показатели знают. Если вы не пользуетесь колготками Фаберлик, то обязательно на основе вот этих моих показателей, которые в мировой... То есть это показатели вообще колготкам, вообще в миру. Поэтому, если вы сравните эти показатели с нашими, то вы поймете, что качество наших колготок очень высокое. И прочность... Да, конечно, за качество и прочность денег не жалко. Жалко деньги, которые не оправдывают твои ожидания. Ну, кто брал наши, еще не слышали жалоб. Да, правильно, Оксан. Так вот, смотрите. Показатель высокого качества колготок, это когда... Первое. Наличие парфюмированной отдушки. Что значит парфюмированная отдушка? Это... Только крупные производители дополняют изделия парфюмированными отдушками, что не по карману мелким кустарным мастерским. Только крупная фирма может позволить, чтобы наши... Чтобы колготки пахли. Это... Это специально делается, и причем они бывают отдушки абсолютно разные. Если вы возьмете, дорогие, наши колготки, я буду говорить о колготках Фаберлик, и откроете упаковку, и просто понюхаете их, то вы улови... Улови... Как? Вы учуете тот еле уловимый аромат, который исходит от наших колготок. Даже когда после стирки вы постираете колготки, и когда, если вы не будете использовать кондиционер, то вы, когда вы их будете одевать на ногу, то вы будете продолжать чувствовать еле уловимый запах. Конечно, чем чаще мы стираем, тем этот запах уменьшается. Но именно дорогая фирма пропитывает так колготки, что они даже после стирки имеют определенный вот такой вот очень приятный аромат. Это действительно привилегия реальных компаний, которые действительно очень высокого формата, и действительно высокого производства. Это первое. Второе. Форма швов. Качественные колготки имеют плоские швы, которые благодаря специальной технологии, специальная технология вязки идет, при растяжении практически сравниваются, сравниваются основной поверхностью изделия. У нас есть колготки, на которых абсолютно плоские швы. Есть колготки, на которых швы почти плоские, но гораздо лучше, чем у многих других фирм. Если вы обратите внимание, то в большей степени, чем дороже колготки у нас, особенно в заниженной талии, тем шов более плоский. Его практически не видно. То есть, когда вы одеваете, то этот шов практически незаметен. И на теле он просто другого немножко цвета, и в то же время под одеждой. Поэтому это показатель очень высокого качества. Как проверить вообще шов? Берите, одевайте, берите руку, складывайте. Вот сейчас поверните к себе ладошкой вверх руку. Ладошку свою переверните вверх. Возьмите, зажмите большой палец, положите на ладошку, и сверху всеми остальными пальчиками зажмите большой палец и сверните это вот в такой кулачок. В такой кулачок, чтобы ни один ноготочек не был открыт. Закройте полностью кулачок. И только вот таким способом просовывайте в колготки именно там, где шов, чтобы вы не зацепили ни, вот, ничего, никакими своими заусенцами не зацепили колготы. Берете, растягиваете изделие, вот, 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 где шов, вот именно там, где косточки, растягиваете. А снизу одеваете на кулачок косточками вверх, а снизу другой рукой подтягиваете, просто колготки натягиваете на кулачке. И вы увидите шов какой. Если он при растяжении круглый, значит, это дешевый вариант, это дешевый производитель, это тот производитель, который не может себе позволить плоские швы. Если у вас даже более круглый шов растягивается и становится плоским, значит, это высокого качества производитель. Обязательно проверьте наши колготки, у кого есть, и просто вы увидите, вот, именно этот эффект. Третий показатель. Это способ обработки мыска. Это вот, мыска, это вот носочка, то, о чем я вам говорила. Качественные изделия имеют уплотненную пятку и уплотненный мысок. Шов на мыске в хороших колготках отсутствует или находится на изнаночной стороне. Если мысок, вот, если берем наши колготки, и если, вот, например, в 60 Ден есть шов, но он внутри колготок, а не снаружи. Он в изнаночной стороне, потому что там очень сложно сделать без шва. На мыске, потому что 60 Ден, это более плотные колготки. А вот на тонких колготках вы увидите, что там нет шва. Это именно показатель высокого производителя. Обязательно посмотрите. И то, что в самом начале я вам рассказывала, что вот именно крупная фирма, именно высокое качество изготовления, дорогая, очень известная фирма, она уплотнение носочка делает прозрачным, как у нас. То есть уплотнение есть, а цвета изменения нету на носочке. Это именно показатель качества изделия. Четвертый показатель. Это широкий пояс и наличие ластовицы. Я сейчас зачитаю, потом расскажу. Качественные колготки имеют подкроенную ластовицу. Что значит подкроенную ластовицу? Это значит, что в месте, где должна быть ластовица, есть именно специальная встроенная подкроенная ластовица. То есть не просто хлопчатобумажная ткань пришита к колготкам, а там специальная, знаете как, то есть это, ну как сказать, там прям есть шовчики. Вы увидите, что оно не пришится сверху, а именно выкроена правильной формы, специализированной эта ластовица. Именно показатель высокого качества, именно подкроенная ластовица, а не пришитая сверху колготкам. Потому что если будет пришитая сверху колготкам, то через какое-то время там, где прошли ниточки, оно может растягиваться и давать стрелочки. Именно подкроенная ластовица, у дорогих фирм, ну как, знаете как, которые держат качество, там специализированная идет обработка, и за счет этого не идет ни одной стрелочки. Даже если ластовица начнет где-то там растягиваться и рваться, то это не повлияет на сами колготки и не пойдет никакой стрелки. Подкроенную ластовицу и широкий пояс. О поясе я вам очень много рассказывала. Пояс, удерживающий колготки и исключающий возможность изменения положения при движении. Это то, что я рассказывала вам в самом начале. Именно вот благодаря составу, благодаря плотности специализированной и добавок именно туда определенных нитей, это и есть показатель высокого качества. Сейчас я гляну своих это. Смотрите еще про ластовицу, что скажу. Повышение гигиеничности свойства. Зачем нужно ластовиться? Потому что колготки, они все равно должны давать возможность дышать нашему телу. И поэтому, если есть ластовица, тем более хлопчатобумажная, то это действительно показатель именно заботы о здоровье каждой женщины. А в наших колготках везде есть ластовица, а еще и хлопчатобумажная. И еще более крепкие вноски. Те, где есть ластовица, именно эти колготки более крепкие вноски. Потому что, например, смотрите какой момент. Когда, например, верхняя часть, например, при больших размерах, это как вот, например, начиная от 50-го размера и выше, то именно ластовица, она особенно помогает, чтобы удобно сидела на теле, ну вот, колготки. И там обязательно будет не плоский одинарный шов, а будет два шва. И именно вот они должны быть плоскими для того, чтобы на одежде не были видны. Оно будет в виде специализированного и такой формы, как раз именно с определенного размера в наших колготках есть такое, что при определенном размере вот именно боковые, вот эти штанишечки, вот эти вот шовчики двойные идут. И, соответственно, лучше носится, лучше растягивается, и в носке гораздо более длительно. И теперь давайте посмотрим пятый показатель. Это большое содержание лайкра и спандекса. Это вот действительно то, о чем я тоже вам рассказывала, потому что это здесь получается состав ткани в процентах, составляющий части нити. То есть чем выше процент нити, тем стоимость выше изделия. Именно лайкра и спандекс диктуют цены именно вот в этом процентном соотношении. А также здесь и влияет полистер и полиамид. То есть для некоторых колготок полистер и полиамид играют роль в прочности. Естественно, вот именно если колготки сделаны из микрофибры, они на несколько порядков дороже, потому что микрофибру именно называют ткань будущего. И по качеству носки, где есть лайкра и спандекс, именно поэтому цена больше. И если ваши клиенты будут задавать вопросы, почему, например, эти колготки Фаберлик стоят меньше, а эти колготки Фаберлик стоят дороже, то вы уже можете заранее подготовиться, уже про каждые колготки накопать содержание, именно процентное содержание состава этих колготок. Кстати, по-моему, вот раньше я знаю, что в каталогах печатали. Вот сейчас каталог пробую пролистать и посмотреть, есть ли тут... Помогите мне, коллеги, чтобы я не искала. В колготках здесь указан состав? Состав указан в колготках наших сейчас в каталоге или нет? У кого каталог под руками, посмотрите, пожалуйста, чтобы я не листала. Да, состав указан. И вы вот можете аргументировать уже сразу же для своих клиентов. Вот обратите внимание, например, для беременных идет 85% полиамида, это, естественно, повышение уровня качества, и 15% эластана. То есть колготки будут прекрасно носиться за счет вот этого содержания. Если вы будете обращать вот на показатели вот эти в каталоге, то вам будет и знать, вот из-за чего происходит повышение стоимости, вы будете в легкую, спокойно говорить, да вы что, это недорого. Потому что стоимость нашего продукта и качество нашего продукта, оно очень сильно отличается. То есть цена намного ниже, чем должны были стоить наши колготки. Вы знаете, что у нас есть колготы еще и для детей, и их такой огромный ассортимент разновидности, цветовой гаммы, плотности и разных рисунков. И точно так же наших огромное множество, вообще различное множество колготок. Смотрите, что я хочу вам показать, где вы можете дополнительно взять информацию. Мы сейчас перейдем с вами на показ экрана, и я хочу, чтобы вы мне сказали, видите вы экран или нет, потому что я хочу вам показать, где вы можете дополнительную информацию взять про наши колготки. Чтобы вам легче было ориентироваться и легче было понимать, что, сколько и где можно это найти. Я знаю прекрасно, что многие уже в легкую ориентируются, ну и есть такие люди. Коллеги, видно или нет, показ экрана. Видно, отлично. Во-первых, очень многие задают вопрос по поводу производства, что написано Китай. И я вас хочу призвать, чтобы вы, смотрите, вы заходите в личный кабинет свой. Когда вы заходите в личный кабинет, он будет по-другому выглядеть, он может ночью по-другому выглядеть. Вы берете, спускаетесь в самый низ. И в самом низу есть вот такое, вопросы к экспертам. А вопросы к эксперту вы нажимаете вот на эту галочку. Сейчас загляну, видите вы это или нет. Видите же? Видно, отлично. Видно? Видите? Вот смотрите, вы нажимаете, вот, сейчас секундочку, вы нажимаете вот именно вопросы к экспертам в разделе помощь, вопросы к экспертам. Можно еще нажать и консультантам. Но именно вот в экспертировании вы можете найти много интересного. Вообще вот в этом разделе вы можете найти очень много интересного. После этого вам откроется вот такой раздел, вот такая картинка. Так, нет, стоп, не такая. у вас откроется вот такая картинка, смотрите, я сейчас поднимусь, я сразу специально открыла, чтобы мы с вами не путались, здесь будет уход за кожей, естественно, первые будут такие, ну вот, уход за кожей, а здесь будет одежда, белье и колготки, и вы найдете здесь, где производится и почему производится, и вот я вам хочу просто-напросто ответить на вопрос про то, что производится в Китае, вот обратите внимание, отвечает Регина Оленина, директор дивизиона аксессуаров и уникальных товаров, к сожалению, до сих пор бытует мнение, что в Китае это значит плохого качества, я не буду все зачитывать, важно другое, именно поэтому большинство всемирно известных компаний размещают производство своей продукции в Китае, потому что стоимость продукта занижается, но, смотрите, например, крупнейшие производители бытовой техники, электроники, одежды на всей продукции с мировым именем можно увидеть соответствующую надпись, что произведено именно в Китае, потому что это намного дешевле, чем в странах Европы. Фаберлик, как и многие другие крупные компании, размещают производство некоторых товаров в Китае, это позволяет обеспечить более низкие цены на нашу продукцию, при этом не теряя в качестве. Теперь вот смотрите, я не буду все зачитывать и сможете найти эту информацию полностью, но вот здесь вот вы увидите, компания Фаберлик заключила контракт с одной из крупнейших фабрик по производству эластичных колготок, который изготавливает продукцию для многих известных мировых брендов. Хочу вас заверить, что большинство колготок, которые мы с вами покупаем в магазинах, произведено именно на этой фабрике, но на некоторых упаковках мы можем прочитать только Дейсинген Италия, дизайн создан в Италии, а производство будет все равно Китай, а про страну производства ничего не сказано. Некоторые компании также используют надпись Made in PRC, что такое свидетельство о том, что продукт произведен в Китае. Поэтому если вам будут задавать какие-то вопросы, почему произведено в Китае, вот пожалуйста изучите вот этот материал и расскажите им, потому что действительно компания Фаберлик, она делает так, она находит фирмы, которые или фабрики, которые могут произвести качественный продукт, но чтобы не повысить именно стоимость продукта, чтобы искусственно не завысить стоимость продукта, так как это делается то, что продается в магазине, потому что там соответственно и накрутки, и аренды, и многое другое. И поэтому качество наших колготок, оно на несколько порядков выше, чем у других фирм, но по стоимости оно стоит намного дешевле. Поэтому я рекомендую обязательно изучить этот материал и вообще посмотреть, что там есть. Там точно так же про одежду сказано. Коллеги, видно? Хорошо, все, отлично. Теперь я вам покажу еще один момент, который я хочу, чтобы вы обратили внимание. Смотрите, вы заходите в личный кабинет, он должен быть у вас включен, ну вот обязательно ввести свой номер и пароль. Вы вводите свой номер и пароль, у меня он автоматически встроен. Мы заходим в кабинет, и уже после этого мы можем попасть в разные разделы и уже поискать то, что нам необходимо. Сейчас он у меня встроится, у меня уже открыта страничка, но вы направляете одежды и аксессуары. Вот если вы направите одежды и аксессуары, сейчас ждите, оно выскочит, пока не сформировалось, еще не выстроилось. Вот, видите, выходит вот такая табличка, и вы можете увидеть вот женщина, и вот здесь вот колготки, чулки и носки. Но точно так же вы можете прочитать мужчинам одежда, нижнее белье, домашняя одежда, и здесь вы увидите про носки. А для мужчин шикарные вообще носки, которые представлены. Точно так же вы можете детям, и вот девочкам, мальчикам, новорожденным вы там найдете именно, не это как его, именно про носки, что написано. Мы нажимаем раздел колготки, чулки, носки, и у нас выходит шикарный такой раздел, в котором вы можете найти абсолютно все. Те продукты, даже которые не представлены у нас в каталоге. То есть здесь могут быть модели, которые не представлены в каталоге. Причем вот здесь вот слева вы можете точно так же найти колготки, чулки, гольфы, носки, леггинсы, и также очень много, поэтому вы полистаете. Есть, видите, с рисунком, и причем обратите внимание, колготки с орнаментом, колготки для беременных. Дальше вы можете посмотреть, тут колготки со швом разные есть, сейчас будем двигаться. И для беременных точно так же абсолютно разные, 100 ден, разных цветов, поэтому очень огромный выбор, и то, о чем я вам говорила, например, колготки с имеющим чулок, эффектом чулок, как будто вы чулки. И естественно здесь есть именно вот эта вот вставочка, помните, я вам говорила, вот именно вот такие швы для того, чтобы можно на большие размеры было одеть. Для более маленьких размеров будет идти именно один шовчик. Есть колготки в сетку, которые очень красивые и интересные, вы причем можете посмотреть, когда вы направляете, можете посмотреть и структуру колготок, а если вы нажмете вовнутрь, то вы просто уже увидите, из чего состоят колготки, и вообще как они смотрятся на теле. Я думаю, что это для вас будет очень полезный такой момент, экскурс именно в колготки. Поэтому обязательно воспользуйтесь, походите, посмотрите. Я думаю, что это у меня такое тут не то. Вот смотрите, хочу обратить ваше внимание, вот колготки, которые из заниженной талии. Обратите внимание, то, о чем я вам говорила. Здесь особенно усиленная, видите как, более усиленный именно пояс, он более широкий для того, чтобы все держалось. И именно сама вот это, видите, сразу выскакивает. И именно сам шов, он сделан так, что он более плоский, поэтому эти колготки вообще не будет видно на вашем теле. Теперь смотрите, коллеги, что покажу. Когда вы заходите в этот раздел, вы увидите здесь вот такое огромное множество, вообще представленных, что у нас есть. Если вы нажмете на один из них, вы выйдете, естественно, на какой-то раздел. Поэтому пролистайте каждый, потому что у нас огромный ассортимент различного вида колготок. И различного вида именно по составу. У нас есть колготки цветные, у нас есть теплые, у нас есть колготки, которые именно пришли от компании Флоранш. Вот смотрите, есть вот такие вот с рисуночком, вот с таким вот именно составом. Видите, вот в крапинку, вот очень красивые. И это тоже очень красиво смотрятся, вот такие колготочки. Но важен другой момент. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, когда вы будете заходить, обязательно обратили внимание, сейчас секундочку, подождите, я сейчас нажму на пятое, чуть-чуть потерпите, будет открываться страничка. Вам обязательно нужно зайти вовнутрь, потому что компания Фабролик не просто показывает упаковку, она показывает правильный и грамотный подбор каждых колготок именно по размерам. Хочу обратить ваше внимание, чем колготки меньше ДЭН, тем размер вы можете брать или размер в размер, или на один размер меньше. Почему? Потому что чем меньше ДЭН, тем растяжимость самого полотна более большая, то есть больше растягивается, потому что количество ДЭН показывает на растяжение полотна. И если у вас, например, есть такой момент, что вот 40 ДЭН, тогда его нужно брать размер в размер, или даже, может быть, на размер чуть больше, если, предположим, верх вашего колготок, ну, вашего тела, он более крупный. Если у вас ножки просто ровные и не отличаются сильно от ИКР, тогда берете размер в размер. Если ваша весовая категория отличается, то обязательно обратите внимание на колготки, сейчас покажу коллеге, вот именно вот на этот момент. Вот специально на каждых колготках есть вот такой размерный ряд, и вот на него нужно смотреть. Смотрите, вверху указан вес, потому что вес влияет, и рост, и уже какой размер, какому весу и какому росту подходит. Поэтому вот обращайте вот на это в первую очередь, потому что если вы даже ростом высокие, и ваши ножки, они абсолютно одинаковые, ну, как одинаковые, ровненькие, без перепадов, тогда вы, в принципе, можете брать или размер в размер, или на размер поменьше. Если все-таки ваш верх более увеличен, обязательно берите на размер чуть больше, тогда носимость колготок будет намного лучше. Еще обращайте внимание, вот здесь вот пишут отзывы по поводу размеров. Тут люди будут писать отзывы, какой размер подошел им, и какие впечатления они у вас, ну, как у людей были. Обратите внимание, именно плотность по составу. Вы можете посмотреть, сейчас подождите, вот здесь вот чуть выше, вот состав. Вы нажимаете, и вы можете уже увидеть 82% полиамида и 18% эластана. Вот, это колготки, которые 40 ден, и которые идут с шортиками. Точно так же вы можете увидеть, здесь очень плотные колготки, и они рассчитаны больше на, видите как, вот, вот, на различные размеры. XS это первый размер, S это второй, M это третий, четвертый, L и XL, они будут обязательно, если вы выберете XL, то вы увидите, что колготки будут именно двухшовные обязательно. Поэтому вот у вас есть, они будут именно с шортиками, вот с такими, ну, вот не шортиками, а именно с двумя швами. Это вот где вы можете почитать более подробно и рассмотреть наши колготки. Теперь давайте я возвращаюсь обратно, и возвращаюсь обратно. Про мохнатенькие, Оксан, я поищу мохнатенькие и покажу вам их, потому что это, иначе я буду остальных очень долго держать, потому что именно мохнатные колготки я буду искать, и у меня же не было задачи вам это показать. Ну, в принципе, я вам сказала практически все, что я хотела вам рассказать, коллеги. В принципе, я бы сказала так, что для меня было важно вам сегодня рассказать о тех преимуществах, которые у нас именно есть, и как правильно и грамотно подбирать те колготки, которые вам необходимы. Как разбираться в этом, и как отвечать на вопросы своим клиентам, если у них будет огромное множество вопросов. Прям вебинар получился большой, хотела по-быстрому, по-быстрому не получается у меня, как бы я не хотела. Могу сказать одно. Возьмите себе разные колготки. Вы точно не пожалеете. Возьмите... А, вот еще что не сказала. Цветовая гамма наших колготок настолько естественная, она настолько такая, знаете, как сказать, корректная, такая неброская, аккуратная, если не брать цветные, то, что вы просто будете восхищены, когда вы будете одевать колготки, ваши ножки будут просто идеальными. Потому что еще от цветовой гаммы зависит, насколько красиво смотрятся колготки. Когда я начала носить наши колготки, а многие еще не покупали их, меня многие спрашивали, Таня, ты где купила такие красивые колготки? Ты где взяла такой потрясающий цвет? Потому что цветовая гамма в элитных фирмах, она тоже отличается от цветовой гаммы в недорогих фирмах. На этом мое сегодняшнее обучение закончено. У меня к вам просьба, пожалуйста, напишите буквально по одному слову, что для вас сегодня было особенно важным. Мне для обратной связи. Детский часто беру, очень довольна, носится отлично. Да-да-да. Я из детской коллекции беру себе, наглею, беру просто ростовку 170 и очень довольна этими колготками, потому что они действительно очень какие-то эксклюзивные, уникальные. Важно все? Спасибо, Оксана. Коллеги, напишите мне. Ну, хорошо. Ладно, я думаю, что я сегодня вам была полезна. Продавайте наши колготки, рассказывайте о них. И когда люди начнут брать у вас колготки, они будут вам больше доверять. Потому что одно дело рассказать, а другое дело попробовать. И когда, знаете как, спасибо, Нелечка, что это ты написала. Я просто заметила такой момент. Если я предлагаю колготки кому-то, и человек только взял колготки, он потом звонит и говорит, так, слушай, колготки классные. Теперь я хотела бы поговорить о косметике. Расскажи мне про косметику, потому что если такого качества, как колготки, то я хочу покупать продукцию в Фаберлик. Поэтому огромное вам спасибо, что вы пришли и были вместе со мной. Великих вам продаж, великих достижений. Продавайте, пользуйтесь, дарите. И будьте всегда красивыми, изящными и замечательными. Ведь скоро день влюбленных. И именно на день влюбленных, и когда поздравлять вы будете мужчин, ваши ножки должны быть особенно красивыми перед вашими мужчинами. Любите себя и балуйте себя.